плюс завтра еще попробую что-то снять какие-то обзорчики у меня так и валяются несколько там но хороших девайсов с жума который до сих пор я не снял на них обзорчики надо будет вам завтра показать может быть они хайпом и потому что там такие интересные девайс то есть да вот с этим сдержателем для полотенец вроде бы нормально зашло там было пару заказов после этого видео именно на этот на это держатель люди посмотрели таки так надо брать надо брать больше вообще как бы ничего не снимал надо надо замутить день съемок сегодня я отдыхал от спался может так сказать поэтому не судьба получилось у меня хотел сегодня тоже заказать доставку сделать обзор но тоже не тут не 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 лежала у меня сегодня душа к этому всему вот такая вот история сегодняшнего дня сегодня как-то очень все пассивно надежда добрый вечер пассивно сегодня вчера вот так вот я только вышел у меня сразу человек 20 25 было в эфире не знаю наверно многие сегодня по этой вот по моей наводке пошли смотреть футбол я сегодня футбол посмотреть не пошел почему потому что на не позвали потому что не позвали наверное люди меня будут ждать варенье а я такой сижу и дома эфирчики гоняю но значит сегодня будет эфир не про футбол а будет эфир сегодня про большой круассан смотрите как он больше он такой большой как моя голова я нашел такой большой красам фуршете стоит он 24 лея мне сразу стало интересно почему такой большой почему стоит 24 здесь написано чигант я взял с шоколадом есть еще с клубничкой есть еще с этими шоколадом и ванилькой но я решил взять обычные шоколадные я первый раз вижу такие большие такие большие круассаны потому что но те же самые севендейс они вот где-то вот так вот были вот отсюда до сюда да вот такие где-то красочки а этот 160 грамм представляете 160 грамм какао круассан и рогалик сады краса рогалик я такой фуршете нашел не знаю может быть и в других магазинах может быть и в других магазинах тоже появится но только первый день потому что вчера я тоже заходил фуршет или позавчера не уже сбился счета и я этого не видела вот сегодня я прям нашел мне стало интересно так дать посмотрим кто производитель у нас румына не умеете можете так украинский и вот он есть эрмандрил крокомпультура какао грикинте а лават фейн на опыт и крыл улей вегетали полемьер флори сарел и рапиться им пропорции варят об у захар сироп глюкоза дрожжи саре дату короче проехали ваниль а где у нас этот вот он плату раку какао 30 процентов за хрулевич полмьер аппы какао грессим лапки правде гресса толкова лидерик и и так далее аси построила кускал продукции срл эстрада коммуна жудец лукалац романия жанна вот я не видел их на заправке лукойл хотя я заправляюсь исключительно на заправках лукойл потому что это единственная заправка здесь на рыжкановке рядом с моим домом и если я вижу красную лампочку которая горит у меня на приборки то я тут сразу залетаю туда и беру такое шампанского и не видел у 7 days шампанское я знаю а вот эти шампанское не видел я сказал что есть с клубничкой есть ванилька с шоколадом я решил взять шоколад попробовать что это как если мне шоколад не зайдет остальное точно мне не зайдет потому что ну надо еще постараться так краса выглядит следующим образом смотрите какие вот вот такая вот штукенция видно дырочки в которой про дырочки в которой вливали шоколад раньше как было вот здесь вот снизу одна дырочка чик набрали шоколадикой и все а сейчас вот такой вот трата-та-та-та-та ника привет но по структуре мне кажется это то же самое что и 7 days так как 7 days у них тоже есть этот фабрика в румынии внутри вот так вот много какао начиночки нормально ну да структура обычного покупного красота и вкус соответственно тоже ребята кто недавно брал 7 days или какие-то другие красоты сообщите пожалуйста их цену если этот у нас 24 до по сравнению с другими красами так начинка ребята это один в один но никакой разницы нет я не видел эту упаковку я бы сказал что это совместить почему я сравниваю совмест потому что это единственные нормальные красами из магазина который вы покупаете их можно есть но них по вкусу все отлично начинки много и соответственно тесто тоже хороший здесь начинки достаточно таки много сладенько как и даже наоборот кофейку не хватает ну вот какао здесь доставки и даже в кончике есть начинка как я говорю раньше красами ты его берешь у него здесь дырочки только вот здесь вот посерединке была начинка а здесь прямо до кончика даже в кончике есть начинка я много тема зачет еще расскажу один интересный чтобы такие покупные красочки магазины были вкуснее вы покупаете приносите домой но не кушайте вот так вот вы достали и не съели открываете на тарелочку 30 секунд микроволновки достаете он во-первых надувается делается пышней начинка внутри разогревается и прямо такое ощущение как будто только-только доставили его из духовки не кушайте про сам лайк лично меня борис такое ощущение что ты не смотришь эфира просто его слушаешь я про сам сегодня просто гривости пришла привет так что это можно оставить с половины наелся может быть завтра с чаем с кофе или посмотрим как сегодня пойдет эфир если проголодаю еще а тем временем жанна уходит мы говорим спасибо что были с нами спасибо что посмотрели давайте делитесь что у вас интересного было что у вас сегодня хорошего что позитивного случилось в этот день энджи говорит тапы хотите то пойти хотите пишите сообщение что так что так но это хорошо влияет на эфир потому что завтра то уже начинается сезон дождей на целую неделю давайте готовы в этом затарились теплыми пледиками не засунули их еще куда-нибудь подальше в антресорь уже я смотрел прогноз погоды там на выходных ночью вообще 5 градусов ночью отопление все выключили поэтому придется доставать масляные обогреватели вот эти вот либо ветродуйки либо просто пледики обратно достать буквально на прошлой неделе все это уже запаковал запихнул и сейчас придется это все доставать а по поводу зимних вещей я уже давно перебрал те шмутки которые я этой зимой не носил то я каждый сезон вещи которые я не ношу либо надевал один-два раза я их собираю закидывал какой-то пакетик и отношу в благотворительный магазин я вот на прошлой неделе даже не на прошлой неделе в марте после дня рождения до после дня рождения я собрал все свои вещички которые я не ношу там батники какой-то спортивный костюм старая куртка другое я все это собрал запихнул по пакетам но никак еще не мог отвести потому что лентяй до телом к делу это самый лучший обогрев к сожалению у меня такого варианта нет разве что когда дети будут будем спать в одном большой кровати чтобы они по бокам а я посерединке чтобы было тепло тоже так делает хорошо да именно этой логикой не на я и руководствую что если я не ношу какие-то шмотки значит они мне уже не интересно значит они мне уже не нравятся поэтому я их складываю выбрасываю раньше я такую фигню они не маялся у меня одна футболка но и до сих пор у меня есть несколько футболок которым там уже по пять по шесть лет я их ношу да понятно что они уже такие не не первой свежести но чистенькие все хорошо и они превращаются в такие вот домашние футболочки просто дома походить ок нормально или поснимать видосик вот как например у меня есть моя везучая футболка с рыбками в которой я снимаю обзоры на сушил этой футболки лет шесть точно точно лет шесть но она еще жива да она немножко села она мне коротенькая по длине и в рукавах тоже чуть коротенькая стала но рукавах это из-за другой темы вот я новую штуку купил почти полом и я мерил это excel это excel и мне в рукавах он прям давит эти бицухи давит и поднимается наверно а взял x а прямо вот такая вот большая отсюда плечи внизу и она мне блин жопу закрывает короче такая нет возьму-ка я excel если что разойдется или так далее короче нету нету пока размера на меня поэтому так так о чем речь обо всем обо всем влад спрашивает гей ли я я не гей если так тебе хочется но к сожалению разочарую тебя похудею пригодится уже не работает после 40 это вообще да нету так обзор на чикапулю на чикапулю нет обзора денег собирай на чикапулю здесь вот есть еще как бы сбор на суши я вот выставил в инсте там 20 баксов собралась с последнего пересчета причем появилась у меня не знаю как у вас у меня появилась ежемесячные выплаты может быть это какая-то еще монетизация дополнительно может еще что-то короче мне за месяц тик ток выплатил 3 доллара представляете и 20 баксов которые вы мне еще накидали до 23 доллара и у меня там еще что-то было на карточке короче завтра завтра может буду снимать звонить прямой эфир нельзя не на ника можно это вот присоединяться к эфиру кодова пришла привет можно присоединяться к эфиру и вот здесь вот внизу будет маленькая кошечка вот такой вот и можно разговаривать либо можно присоединяться к эфиру и чтобы экран был разделен на 2 и получается проводить совместный эфир такая фигня есть но пару раз я делал людям которые были в эфире им не понравилась эта фигня поэтому если у меня приходят какие-то запросы и сразу отклоняю борис конечно поляна на 20 баксов наедим суши роллы вот так вот еще останется можно будет потом раздать людям которые это не пробовали ни разу которые возле магазинов попрошайничают без проблем эжен стрит будет будет это одно из заведений у меня в списке но она будет когда финансовое положение будет получше когда вот начнется полноценный сезон когда начнется полноценная работа потому что сейчас я так на на подсосе живу к тому что работа есть но она покрывает сейчас мои потребности бытовые базовые потребности то есть похавать квартира дети машина и там все остальное когда уже все это будет перекрываться и будут деньги оставаться которые плюс то их уже можно будет тратить на нормальные обзоры здесь у вас попрошайничаю потихоньку вот ника тоже розочки дарит но это хорошо так чтобы сделать обзор на эжен стрит нужно там штукарь может штука 200 потому что это заведение не дешевая и там соответственно похавать 5-6 блюд но где-то в тысячу обойдется ника стала делать репосты спасибо большое надежда дарит розочки тоже огромное спасибо юлечка ставит лайки молодцы вот дружная команда девчонок которые поддерживают артура в его эфире кто-то ставит лайки кто-то делать репосты кто-то дарит розочки а кто-то задает какие-то интересные вопросики а кто-то просто сидит и смотрит слушает на фоне меня женя где потерялась у бента и ты что такое а понятно миша привет все нормально главное что пришел главное что пришел работает у нее работа закончена скорее всего этот вот опять кофемашину мой как вчера когда будешь же не мангарить в драфте блин не знаю если получится мангарить в этом году в планах есть провести острый челлендж с крылышками на в мае после этой после пасхи после всех этих дел вот там что-то будем мутить остальное пока под вопросиком я же в прошлом году еще уволился из драфта поэтому я туда так приглашенный гость когда когда надо приглашает когда не надо не приглашает вот даже сегодня должен был работать на футболе сижу дома в эфире разница во времени ну понятно миша ты там британия мы здесь кем я работал я работал помощником маркетолога скажем так потому что женя маркетолог главное я был его помощником конечно занимался тем же самым током в меньшей степени плюс я был контент-мейкером smm почти короче там очень много у меня было обязанностей принимали да вот туда-сюда миллионер принимали на одну должность а приходилось делать много всего и как бы это немножко такое себе поэтому поэтому и получились сначала первые непонятки а потом вторые непонятки и потом третьи непонятки которые привели к тому что я позвонил сказал ребят давайте прощаться вот да юлечка тоже поработала с нами юлечка снималась тик токах хороших красивых некоторые залетали некоторые не очень между прочим еле как раз вот этот вот тик ток который был последний наш который я выставил 31 марта прошлого года 23 до 31 марта 23 года там как раз был видос этот нарезка неудачный дубль но до этого был еще один в этот же день я по-моему выставил там видео где мы прикалывались типа знаешь там сегодня двух ребят уволили типа кого тебя и меня их вот так вот получилось через день я позвонил же не сказал же я увольняюсь ну и ты соответственно больше тебя не подтягивали на тик ток потому что им никто не занимался сейчас вроде бы появился человек который занимается но что-то как-то это не постоянно вроде бы контента наснимали нормально но его не видно ну надеюсь все все будет хорошо все будет отлично сейчас в драфте и вообще всей этой сети делается большие 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 изменения и скорее всего все будет хорошо да или я знаю что тебя не зовут тебя зовут разве что посидеть потрындеть и носки продавать как увидел этот stories я юля что с тебя вообще носки в драфте продавала еще и на чеканах понятно в центре может быть кто-то еще купила на чеканах надо было кепку продавать кепку бы купили сразу но не носки люди неправильно поймут да похуй как люди понимают вообще кепка fbi блять я так давно не видел кепки fbi знаешь что торву с руками и ногами кепку bmw вот если ты возьмешь кепку bmw придешь на чеканы в драфт оторвут там и начнется аукцион ты там начнешь там со столей тебе будут кидать там 110 120 150 туды седы варианты топ-топ-топ-топ так кличку за 500 можно скинуть юля это же шутка люди которые сидят у меня эфир на эфире они понимают что я шучу в этом плане как можно ходить по драфтам и продавать носки зачем давай с легким паром тебя юля можно сказать в душ и без меня а что это как это если что ребята это шутка я говорил уже много раз в эфирах что такие варианты или не должны быть миша приезжай приезжай даже это вот не обязательно будет оплачивать просто соберемся где-нибудь сядем вспомним прошлые прошлые наши похождения молодость посмотрим на себя какой ты сейчас похавы не обязательно снимать видео хочешь можем и снять видео просто здесь здесь уже все зависит от тебя есть такие люди которые давай давай снимай давай снимать садятся напротив камера куда смотреть я говорю туда смотреть окей всем привет с вами артур и сегодня у меня в гостях там например егор сегодня с егором мы будем кушать это это да ну что егор как тебе это блюдо вкусно вот такая херня происходит поэтому не обязательно снимать видео самое главное это собраться собраться потому что очень часто бывает такая тема приезжают люди но сами понимаете очень много друзей знакомых из прошлого сейчас по по разным странам разлетелись кто где работает и когда они приезжают там такой типа момент у артур че здорово я прилетел давай как-нибудь встретимся откаты говно вопрос будние дни я для тебя выделю время даже если у меня будут какие-то планы я по-любому на тебя выделю время окей звони как у тебя будет время или напиши там заранее хотя бы ок ок человек 234 недели был в городе в городе не куда-то там всего поехал непонятно лапрошит а он в городе там посторис видно что он в одном заведении в другом заведении третьем заведении там за ними с другими встретим а тебе просто как бы не написал не позвонил наверное забыл окей я как бы на людей уже не обижаюсь давно и в этом плане если человек не может найти не за полчаса 20 минут времени для того чтобы поручкаться и выпить по стакану пива значит есть какие-то другие важные дела вообще но стресс лакшери привет миша если не заметил если не смотришь наше видео там тоже материмся конечно не в таком большом количестве как хотелось бы все равно мы контролируем я особенно говорю же не там давай потише или что-то еще плюс на монтаже я это все вырезаю либо запикиваю например последний вариант с шашлыком то что мы готовили вместе пацана попросил так ребятки давайте вы там поматеритесь поменьше и они такие ну хорошо но ты главное не не вырезать если что запикиваю хорошо саша это была личная просьба саши чтобы я не не вырезала именно запикивал поэтому есть там пару моментов где мы запикивали на не так чтобы матерились потому что мат он пролетает либо на каких-то приколах либо он пролетает если все очень плохо там эмоции прут через край сами понимаете я же не саша и люди эмоциональные мы не не держим в себе все это мы сразу так спасибо за подарочки что вы мне там дарите это очень приятно гринбей спрашивает про лилиги у каждого своя пусть она будет кому-то она помогает жить а кому-то она мешает не знаю если что-то мешает от этого надо отказываться если что-то помогает этого нужно держаться я человек не религиозный в каких-то моментах я могу что-то оспорить потому что библию читал не раз ходил в церкви разные церкви и к свидетелям и бамптистам и к протестантам и к христианам и везде у каждого я не находил того что мне нужно грубо говоря по моей вере да по моим суждениям и тому подобное если я находил два-три косяка которые я говорил ну нахрена вот этого делается я все спасибо это религия задач да есть моменты где в религию преподносят как бизнес как бизнес на это всегда было бизнесом на по большему счету но в наше время это прям очень сильно это очень сильно салут борщ традиционал требуется фи и кувит и кувит и салдах есть и традиционал румын за молдовенец кураша свой а шадар кубок да борщу аутентик есть и факут кувит и так кто-то скинул нам по моему этот вот сундук но по моему его сразу забрали а нет сундук есть green bay спасибо большое за сундук 8 человек сгорело в дон душевых блин жестокая новость это не должно быть так ребята если у вас есть права это не значит что вы царь и бог на на дороге пожалуйста обязательно следите следите за собой и следите за остальными даже если вы в какой-то ситуации правы лучше в лишний раз нажать на тормоз или просто уйти от того как вас подрезать потому что долбоебов на дорогах очень много и это очень 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 печально плюс пешеходы пешеходы в последнее время ребята я сам пешеход 50-50 на машине я передвигаюсь я передвигаюсь пешком общественный транспорт для меня это такое себе я передвигаюсь больше либо пешком либо на скейте либо получается на автомобиле сейчас время года теплое я буду больше ходить и я смотрю когда я за рулем я смотрю на пешеходов я просто охереваю мне хочется выйти и просто не знаю тухнуть по голове вот так вот один раз и сказать ребенок либо мужик либо баба либо без разницы знаете вот реально без разницы они просто не умеют у меня стоит регистратор я как-то хотел сделать одну нарезку я ехал по городу я встретил 5 пешеходов я ехал с рыжка на киноботанику 5 пешеходов которые создали аварийные ситуации из-за них просто они во первых могли быть покоречены во вторых соответственно были бы виноваты автовладельцы я так и не сделала эту нарезку я сделаю другую вариант я это зимой еще хотел сделать но так как зимой у нас то погода то погода я сделаю видос который не связан с едой он связан с пешеходами вот как надо переходить дорогу как нужно передвигаться по тротуаром как нужно что нужно и где нужно сделать я его залью сюда залью на youtube залью на фейсбук я его залью везде скину пацанам из топ хама просто чтобы они заширили его я хочу сделать так чтобы люди наконец-то вспомнили потому что в школе когда я учился нам объясняли как нужно ходить по пешеходным переходом абсолютно разным на там регулированы мы не регулируем как передвигаться по тротуару где вот это есть дворовая придворовая территория так далее так далее я сейчас спрашиваю своего сына никита никита вам в школе расскажут как нужно переходить через дорогу на пешеходный переход есть иди ты главный я грубля что мишу выгнали из церкви печаль женечка привет церковь просит участвовать в переписи чем церковь очень много чего просит последнее время они там и про войну высказывались и про перепись высказывались и про референдум высказывались они это еще один инструмент который они в доме подожгли а это то что подожгли потому что я видел что у них там еще случилась какая-то большая авария нет я не езжу на бмв у меня друг ездит на бмв когда ее купил говорит артур выходите тачку покажу который я купил я вышел он такой только ты обещаешь что ты со мной будешь общаться и джек даже если ты купил себе бмв я с тобой буду общаться просто есть тебя буду прикалываться потому что мы когда вот засиживались раньше где-нибудь там на раков ходили на пиво ходили сидели и что не шутки бмв 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 конченый бмв 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 по итогу он сам сам хейтил и все равно взял так ребята открывайте сундучок сундучок можно открывать забирайте копеечки да я у тебя спрашивал сколько стоит услуга отвезти в крематорий в одессу и привезти обратно вот это мы спрашивали ты нашел приз курант или что 900 1100 мы так и тогда и говорили потому что у меня была информация 700 а потом кто-то писал 900 а сейчас уже 900 1100 ну грубо говоря все 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 растет в цене как и да даже даже дойна по-моему сейчас подорожала да сегодня барс и пассажир трес все верно можно включать футбол меня на фоне смотреть или меня выключить и смотреть футбол обещает быть интересным футбол так как в прошлый раз барса нежданно негадно выиграла 3 2 хотя все ставили почти все ставили на победу пассажир так как у барсы состав новички одни пацаны новенькие которые не не умеют бегать как все говорят но они дали такого футбола что я просто офигел вот что у нас еще есть семьдесят две розы и 151 сундучок пустой так что ника сделала половину цели и продолжает дарить розе лакшери тоже с одной розочкой спасибо ребята посибочки миша женский футбол блин я грубо говоря мужской футбол не так что и смотрю а ты мне говоришь еще и про женский футбол так ника решила потратить все деньги на на меня сегодня и надежда тоже девочки соревнуются между собой кто столько роз подарит и там у нас был в салюта это значит что все подарочки у нас то есть цель у нас прошла не вчера до вчера давайте мороженого поставлю поставлю мороженка давайте 101 мороженка вчера сказали артур советчики советчики по прямым эфиром сказали артур если ты хочешь поднять как зарабатывать бабло сики короче можешь говорить своим подписчикам зрителям только поставил сразу пошли мороженки можешь говорить своим подписчикам и зрителям типа дарите мне подарки от 100 монет которого там вот есть типа 100 монет они появляются там с какой-то анимации там шляпка кепка одно другое и потом все это выкладывать на 24 часа отмечай людей соответственно тебе будут подарки а ты просто будешь отмечать людей твои подписчики будут переходить смотреть а кто это такой щедрый если что на них подписываться и это интересная тема я уже такое делал да точно а мы не замечали ну просто что я говорю но я делал только один раз подарков дорогих у меня было много но я сделал это только один раз и не так сделай на постоянке расскажи всем чтобы они вот тебе дарили на место там например 100 роз чтобы они тебе подарили например там какую-то шляпу им реклама тебе выгода и так дальше человек хочет вот накидывает как ника 29 мороженых не хочет не накидывает может человеку интереснее накидать много-много-много подарочков да там устраивают челлендж например надежда сник и устраивают челлендж кто больше накинет сегодня мороженым на а может быть просто у них нету 100 или больше такая тема ну ладно я тебе как бы совет дала ты уже смотри так половина цели можете я хочу остаться инкогнито может быть соседи смотрят или не смотрят ответа не последовало значит убежали но инкогнито то можно и без отметки просто повесить stories или там подарить подарок и сказать только артур не отмечает только не они отмечают вам подарить еще один не они не отмечали когда меня вообще еще 3 добить и сказать никогда не отмечала так вот поэтому здесь уже каждый каждый сам каждый сам с эфира в среднем зарабатываю по два доллара полтора два доллара с эфира накапает мне и так потихоньку потихоньку будем набирать другая ситуация сегодня на все наши эфиры которого здесь я провожу все наши эфиры я потом скачиваю и нарезаю удаляю вот эти вот моменты где я молчу читаю ваши комментарии удаляю там некоторые подарки или еще что-то какие-то затупы затыки но в основном я доверяюсь соответственно пример про там есть специальный плагин ты нажимаешь кнопочку он удаляет все ненужные какие-то повторения удаляет паузы и выкладываю все это на youtube уже там 10 или 11 эфиров которые я вот проводил с начала месяца апреля все выкидываю туда тоже поднимается активность люди пишут почему мне приходится повещение сообщения что был эфир только когда эфир закончен я говорю ребята эфиры проходят в тик токи а здесь выходят только нарезки а не таки так а давайте что ты не делаешь эфиры в youtube зачем мне делать эфиры в youtube и там нет никакой поддержки там никто не сидит не смотрит и там это все неудобно в тик токи это все намного удобнее а окей поэтому вчера или когда там человек тоже пришел вчера был человек который рассказал я поставил себя в youtube и там не интересно потому что в записи пришел зарегистрировался в тик токи только чтобы смотреть себя онлайн 100 монет трс это 50 центов для меня для людей которые покупают ух ты ничего себе что это за такая шапка шапка невидимка водительская фуражка о куда ехать куда ехать вот да все хорошо ребята спасибо кто кто спрашивал за маму там там не наташа написала или кристина написал кристина по-моему написал все хорошо все отлично единственное что такая семейная семейная херня случилось вчера нужно было срочно поехать там одного человечка забрать из на этой вот бсп бсмп правильно говорите или бсп называется и отвезти его домой но все хорошо просто ребята еще раз напоминаю что алкоголь это зло это очень большое зло так ника мороженки цель достигнет спасибо большое спасибо вот например ника да у нас 60 а надя сорок одну копеечку вот первое второе место они вот соревнуются между собой у них черенжи идут все хорошо да давайте что еще давайте огонечки огонечки хочу огонечков пусть будет 105 вот так почему бы не подтвердить мы соревнулись это поддержка надежда я же тоже это вот понимаю все просто есть при поддержке тоже соревновательный эффектом вперед огонь так 2151 давайте сегодня до 10 давайте еще 9 минут сегодня такой у нас лайцовый эфир чик сегодня я поел вот этот большой кросса еще раз напомню пожалуйста обязательно берите пробуйте призываю вас любите красами смога заберите такие ничем не отличается от ндс и по-моему по цене они даже дешевле но здесь 160 граммов seven days там по моему только 100 а по поводу алкоголя в меру не в меру его должно быть по минимуму в жизни потому что даже маленькое количество алкоголя может привести к определенным последствиям даже по чуть-чуть каждый день это плохо по чуть-чуть каждый день это плохо лучше там я не знаю один раз где-то культурно посидеть и расслабиться чем каждый день бухать и непонятно что это у тебя произойдет татьяна спасибо за огонечек только пришла сразу вот у таня есть хорошая привычка она только заходит она сразу огонечки накидывает а по поводу кокосов тут уже дело каждого ребят наркотики это тоже плохо это зло это то что отчего лучше держаться подальше подальше так ника уже на огонечках начинает зарабатывать себе пальму первенства 50 раз я в шоке 50 огонечков вот так вот раскидать их по всему дому чтобы было светло 50 электросвечей как пелось там в той красивой песенке с пленов или 60 согласен надежда дома за едой это только за здрасте только за здрасте если после этого не надо никуда ехать если после этого весь момент посидеть дома посмотреть телевизор и все хорошо так девочки у меня опять цель забили они еще нет или да или да или нет 103 из 105 огонечков вот так у меня девочки на эфире самые лучшие самые лучшие обычно же девочки ведут эфиры и там все все накидывают им подарочки а здесь я наоборот чик-чик-чик не накидали все цель будет уже вставить не будем осталось у нас 7 минут если что-то хотите спросить давайте спрашивайте а быстренько еще что-нибудь расскажу если не хотите то будем просто сидеть 6 минут и смотреть друг на друга ну я на ваши комментарии а вы на меня в голубой полу полу наверно поэтому там человек самом начале спросил какая красота журавли по поводу того что я гей мне так нравится когда люди не знающие вообще не шарящий или просто начинают задавать вопросы когда видят меня в розовом полу голубом полу а ты шо гей ты шо пидор на игры смысле но типа то розовое полу я бы чё теперь но это же такой цвет не мужское наоборот если мужчина носит розовый цвет это состоявшийся мужчина которому уже никому ничего не надо доказывать и он может себе позволить входить в розовом и ему абсолютно пофигу они запариваются уже не о чем рыбалка я хотел на этих выходных сгонять на рыбалке но так как нам идет вот этот вот циклон или там как его назвали этот шторм шторм обещают порывистые ветер много дождя и непонятной херни и поэтому на этой неделе рыбалка отменяется посмотрим как на следующей неделе она все отсохнет то уже можно будет поехать вроде бы до вторника ожидается вот такая вот дрянная погода а потом все наладится и все уже будет там не за горами женькин день рождения может быть на не на женькин день рождения поедем на рыбалку а может быть все после поедем на рыбалку ну короче если если не следующая неделя то вот это вот пасхальная неделя по-любому да начало мая у них это будут каникулы я возьму его подмышку поедем рыбачить будем будем рыбку ловить надо заодно кристине заехать уже один раз на эту ботанику и забрать и подарки которые она мне этого приготовила тоже давно так что вот будет тогда 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 рыбалка миша на реке сейчас нельзя потому что она стоит запрет на ладо июня сейчас только озера причем частный гос озера тоже самое запрещено но типа нерест типа вся эта штука но на частные озера не не распространяется продаж прошлом году тоже в это время но он у меня на это напоминание вылетела пару дней назад что мы с никитой ездили в прошлом году в это время на на рыбалку тоже поехали в пять штраф не в четыре мы выехали были на озере прохладно еще домом шапки в куртке следующая фотография там когда он вытащил вот такую рыбоку я в этот момент ходил там за едой в машину игру никита будет клевать доставай окей окей я вот как с футболом я когда выхожу курить они забивают то же самое я стоял как бы были поклевки но вытаскивали но и маленький я говорю никита я до машины пойду принесу поесть завтракать будем а ты если будет клевать вытаскивай хорошо хорошо я ухожу я уже дошел до машины смотрю в обратную сторону вижу он тянет и там чего хорошо был рядышком незнакомый просто паренек тоже рыбачил ему стоял помогал но как бы потек а никита уже наматывал лесочку я прихожу никита стоит вот такой вот сантиметр рыбка я такой нормас ты ее вытащил папа и вытащил рыбу короче есть так что не видоса фото и вот это уже девять часов и там уже все раздеты и вот погода так менялась нет у нас даже крючок один и один тем более я не ловлю на этот вот на крючок в плане поплывок я закидываю куда подальше у меня там на флэтик красивенько чик рыбка сидит себе смотрит короче у меня три удочки одна удочки никита на маленькая моя старая на которой я доставал таких дурын китайская за не заплатил 11 баксов по-моему за за удочку за несколько снастей там еще был этот вот наборчик такой пенал из пластмасса в котором всякая фигня там и блесна были и эти вот кошки были и грузик и стопорки короче 10 или 11 долларов я тогда заплатил мне приехал это фигня и думал да хрен херня полном там пару рыбалок потому что я не не профессионал в этом деле пара рыбал знаешь она мне столько продержалась и столько на нее поймал таких дурын самый большой что я на нее взял по-моему на 3 кило у меня была рыбка хотя это удочка вообще не предназначена для этой фигни поэтому эту оставил для никиты и себе взял просто два крокодила на которые я тоже достаю мы когда он приезжаем когда были на этой рыбалке которая была крайне у нас дима там шахшуку готовили где мы рыбу ловили где мы нихуя не поймали одного карась вот такого вот мы поймали за за все время на 15 удочек у всех удочки карповики заряженные там длина 4 360 не помню сколько это вот у них у всех эти пикалки короче стенды вся херня тысяч тысяч там у чувака получается стойка на 4 удочки я спрашиваю сколько отдал говорит но вот смотри за весь этот комплект я заплатил 2 500 евро я такой блять сколько 2 500 евро у меня машина трешку стоит как и за 4 удочки ну я же профессионально он реально занимаюсь профессионально так что так что такая штука у меня обычные две удочки которые я взял по моему там по 200 или каждая штука плюс хороший взял эти катушки которые там по 500 лей по моему они вышли мне короче нормально там 100 евро в 100 или 150 евро в две удочки я вложился и у меня было все все чики-пуки с леской со снастями и так далее и тоже вытаскиваю нормальных таких монстриков что спокойно мне не нужны эти карповики длинные видео с рыбалки нету видео с рыбалки нет то есть только что что было что было а нарезка в инстаграме это выкладывал чего-нибудь так что такое спасибо что напомнила ты у меня сегодня будильник артур закрывай эфир и прощайся ребят спасибо всем за ваше красивое общение за то что были сегодня активными за ваши вопросики а что какой инстаграм как а инстаграм тоже как и здесь называется также забиваешь и там не находишь спасибо за подарки огромное спасибо за то что слушали меня на фоне за то что спрашивали надеюсь поднял вам настроение рассказал чего-нибудь новенького или просто посидели по душам и соответственно как всегда обнимите и скажите самым любимым людям что вы их любите и поцелуйте тоже их всем добрый ночи пока